Жителям отдаленных районов теперь не нужно далеко ехать, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Пенсионер Иван Смолин дорожит не только своим здоровьем, но и самочувствием окружающих. Надо сохранить заражаемость в нашей стране. У меня планы были, как Владимир Владимирович Путин сделает, я тоже буду делать. Вот он и сделал, уже вторую прививку делал. Я надувал тоже. Мобильные медпункты колесят по шести районам губернии. Безенчукскому, Большеглушицкому, Волжскому, Кенельскому, Кенельчеркасскому и Нефтегорскому. Кабинеты врачей на колесах оснащены всем необходимым. С помощью ФАПов проводят диспансеризацию, а сейчас еще и вакцинацию от коронавируса для жителей небольших сел и удаленных районов. Сегодня, 20 апреля, делаем первый раз. Второй раз будем делать 11 мая. Второй компонент прививки будем делать 11 мая. Говорим рекомендации. В течение трех дней не мочить место инъекции. В баню не ходить. Сильные физические нагрузки исключить. Алкоголь не употреблять. Процедура прививки в мобильном ФАПе ничем не отличается от стационарной. Осмотр, заполнение документов при отсутствии противопоказаний инъекция. Повторная вакцинация через три недели. Врачи настоятельно рекомендуют продолжать соблюдать простые меры безопасности. Носить маску, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки. Уже пожилой, иммунитет слабый, как говорится. Надо прививаться, я думаю. Но многие прививаются люди и ничего с ними не случилось. Наоборот, чувствуют нормально. Напомним, 19 новых передвижных ФАПов медучреждениям области в начале апреля передал губернатор Дмитрий Азаров. Работа по модернизации учреждений здравоохранения – часть стратегии лидерства главы региона. Только за прошлый год больницы губернии получили десятки новых машин для оказания неотложной помощи жителям удаленных районов и сел. Существенно обновился парк скорой помощи. Закупили современное оборудование для сельских и городских медучреждений. Сергей Кизоркин. События.